Прежде чем мы начнем, я хочу сделать несколько комментариев. Некоторые люди называют меня учителем, а я предпочитаю быть вечным студентом. Я учусь. Всегда. И это то, что как бы всегда должно быть в нашем поле зрения. Всегда быть готовыми, открытыми к учебе. Во-первых, хочу сказать, что я очень хорошо понимаю, что за неделю невозможно изучить и рассмотреть все, что только возможно о Духе Святом. Я мог бы преподавать намного большему, если бы было больше времени. И даже если мы ограничим себя первой Коринфянам, двенадцатой главой. И когда мы говорим о Дарах, и это то, чем будем заниматься, то нужно понимать, что в этом есть глубина, и для того, чтобы это понять, глубину нужно время. Первая Коринфянам, двенадцатая глава говорит о восьми дарах Духа Святого. Но по мере того, как мы будем изучать эти дары на всей неделе, в протяжении всей недели мы увидим и найдем более двадцати даров. И надеюсь, что это вас не удивит. Но это то, что нужно понять. Бога есть намного больше, чем мы можем представить и объять. Еще хочу добавить. Очень трудно дары разбить по категориям и то объяснить, как они действуют. В Джонах, 3, 8, он говорит, Как в Иоанна, 3 главе, 8 стихе, сказано, что не знаешь, откуда придет ветер, как подует ветер, откуда он идет. Так же самое бывает со всяким рожденным от Духа Святого. Поэтому, когда мы говорим о Духе Святом, очень трудно его прибить к стенке или как-то в границе какие-то поставить. Потому что он постоянно движется. Я понял одну вещь о Духе Святом, что если вы хотите или вы будете наполнены Духом Святым, то это приведет к изменениям внутри вас. Потому что он Дух перемен. Он постоянно занят тем, что все устраивает в нашей жизни. И как в Деяниях 1 главе говорится, когда вы принимаете Дух Святой, то Он дает вам силу. Это ключевое, ключевой момент в Духе Святом, то, что Он сильный, Он могущественный. Невозможно быть наполненным Духом и не быть измененным. Это невозможно. И это то, чего вы должны искать в своей жизни, во-первых. Если вы позволяете Духу Святому работать в вашей жизни, то Он будет создавать перемены внутри вас. И если вы не хотите меняться, тогда не просите Духа Святого прийти. Это так просто. Как я уже сказал, себя я считаю вечным студентом. Хотя много лет я уже живу с Господом. Уже скоро будет дата 40 лет, как я с Богом. И я испытал много и многому научился о Духе Святом. Но когда ваши лидеры попросили меня о том, чтобы я учил о Духе Святом, то более, не менее четырех месяцев я провел в тихом, тихой концентрации на Духе Святом. И я могу сказать, что я многое понял. И еще пришел к такому выводу, что еще многому надо научиться. И я не думаю, что у меня есть вся мудрость и все знания. Но хочу поделиться тем, что Господь показал мне. Или же то, что Он помог мне понять. Что Дух Святой учил меня. И то, что было в моем служении. Благодаря тому, когда я сам использовал дары Духа Святого. И когда наблюдал за другими людьми, как другие люди их используют. И я скажу такое, что, не знаю, перейдет ли это Таня. Но дадим мне попытку. Я видел хорошее, плохое и такое, как сказать, противное. Дух Святой хочет нас использовать определенным образом. И каким-то образом Дух Святой хочет действовать через нас. Но также в этой сфере существуют определенные опасности. И поэтому в своем служении я видел такое. Где я видел заявление, что это от Духа Святого. Но когда вы посмотрите на плоды. Вы видите плохие плоды. И тогда возникает вопрос, что у нас есть дары Духа Святого. И этому я буду учить на этой неделе. Но также есть плоды Духа Святого. И это все взаимосвязано. И на протяжении всей недели я буду проводить эти взаимосвязи. Но я задам вам вопрос, который я всегда задаю, когда учу по этой теме. Потому что учение о Духе Святом это не только одни дары. Это намного больше, чем это. И у меня такой вопрос. Как вы думаете, что более важно, дары Духа Святого или плоды Духа Святого? Я думаю, да, плоды. Знаете почему? Можно иметь дару, но не иметь плоды. Вы можете иметь дары, но не иметь плоды. Именно. И это означает, что потому что мы имеем отношение к Духовному миру. И существует два Духовных мира. Это Духовный мир, который принадлежит Богу. И Духовный мир, который принадлежит Дьяволу. И когда вы открываете себя к Духовному миру, то на вас могут оказать влияние как один мир, так и второй. Что бы я мог сказать, как бы такой треугольник, или таковый, как опасный, или допустим, радиоактивные отходы. Желтый треугольник или красный. Мы будем говорить об этом на этой неделе. Поскольку в этой сфере существуют опасности. И вы должны быть ознакомлены с ними. Хорошо. Хорошо. На этой неделе я могу говорить вещи, с которыми вы согласитесь. Но также я могу сказать некоторые вещи, с которыми вы не согласитесь. И это может показаться странно. Но это потому, что нам нужно понять всеобщую картину того, что хочет сделать Дух Святой. Или же иногда я скажу то, чего вы раньше не слышали. И по этой причине вы можете чувствовать, что не согласны со мной. Или же я могу сказать нечто, чего вы не прошли в своей жизни. И поэтому это может показаться странным для вас. Но критерий наш, критерий по тому, как мы судим все, это все Писание. Я даю вам свободу исправлять меня, если я буду учить тому, чего нет в Писании. Но будьте осторожны. Я направлю вас к Писанию. И с помощью Писания вас подтолкну. Потому что иногда мы думаем, что мы знаем, что Писание говорит. Но мы не понимаем полностью и всю глубину. Я могу сказать нечто, чтобы расширить ваше мировоззрение, ваше понимание. Что-то, о чем вам нужно задуматься. Моя задача не в том, чтобы вам дать пищу быстрого приготовления. Вы должны сами, как бы, мотивировать себя в вашем мышлении. И обратиться к Слову, к Писанию. И узнать, что Бог говорит через Своё Слово. Это самая драгоценная книга во всем мире. Но в ней есть некоторые проблемы. Но не в самом Слове. Но в том, каким образом это переведено. Был выпущен один фильм. Я его не смотрел, но мне понравилось. Ну, такое интересное название этого фильма было. Название фильма «Потерянный в переводе». И это очень интересно. Иногда что-то может быть потеряно в переводе. Хотя мне нравится эта старинная, добротная версия короля Иакова. И эту версию я чаще всего использую. И я знаю, что и в этом переводе есть некоторые места, которые переведены не очень точно. Когда вы начнете смотреть на иврит или на греческие языки. Но особенно иврит. И тогда вы будете сами себе задать вопрос, почему они перевели это именно таким образом. Хорошо, не будем дальше теперь углубляться, а то уйдем далеко. Хорошо. Мы также нужно посмотреть опять же на наши определения даров. И также, может, нам нужно обратить внимание на определение даров. Что такое дары? Моя история такова. Я был в англиканской церкви, потом в пятидесятнической. И иногда наше понимание исходит не из Писания, а просто из традиций. И поэтому нужно нам посмотреть на определения дары. И, возможно, нам нужно будет расширить наше понимание. И особенно то, каким образом эти дары действуют. Одно дело — это определение даров Духа. И второе, совсем другое, это понимание того, как Он действует. И, как я сказал, в этой сфере очень трудно Дух Святой прибить к чему-то одному. Или ограничить. Поскольку Он движется так, как Он хочет. И иногда мы можем думать, ну, Бог начал двигаться в этом направлении, значит, так и будет дальше. Это не всегда правда. В этом смысле Бог суверенен. И Он сделает то, что Он хочет сделать. И все еще критерии, оценки, наши оценки находятся здесь, в Писании, в Слове Божьем. И когда в Иврите, мы говорим о Духе Святом. И если бы мне пришлось сделать буквальный перевод этого выражения на английском, то это звучит как дыхание Святого. И дыхание дает жизнь. И как Вы знаете, в Иврите, буквы это картинки. То есть, каждая буква алфавита символизирует какой-то образ, какую-то картину, какую-то ценность. Может быть, какой-то другой раз у меня есть целая серия об этом. И мы можем многому научиться из этого. И, допустим, если Вы возьмете букву алфавита, то она символизирует силу. И то есть, если посмотреть на букву алфавита, то она похожа на голову быка. То есть, как бы, это символизируется со силой. Также это номер один, первая буква. Но, окей, не надо идти слишком глубоко в этом. Но, если мы возьмем букву, которая идет, как бы, для слова «святой», и мы смотрим на Святой Дух, и эта картина, этот образ, который создается буквами, это, что остается после срешивания. Хорошо. Когда Вы выживаете срешивание, Вы должны срешивание, то есть, Вы должны срешивание, и затем срешивание, чтобы Вы остались срешиванием. И вот этот образ, который создает эти буквы, допустим, «кадош», «святой» мы рассматриваем, то эти буквы, они представляют образ того, что остается после, когда молотят зерно, обмолотки зерна. И то же самое происходит с нами. Мы проходим процесс. Возможно, это сложновато, как бы, без уроков говорить об этом. Но мне очень интересно то, насколько Бог все это передал в Своем Слове. И когда мы начинаем это понимать, тогда это придает большую глубину Слову Божьему. Большая часть информации о делах Духа Святого в том понимании, которое существует в наше время, мы находим все это в посланиях Павла. Особенно 1 Коринфянам 12 главе, но и другие также. И здесь я хочу сделать одно заявление. Это то, во что я верю. Вам не обязательно соглашаться со мной. Мы можем провести хорошую дискуссию по этому вопросу. И я верю в то, что Павел говорит нам в Писании относительно Духа Святого. И здесь я написал, между бракетами, что он, после всего, нашу большую основу в новом Ковеннике на Духе Святого. Павел. Павел. И как я заметил для себя, что Павел, это как один из самых больших источников о Духе Святом в обновленном Завете, в новом Завете. Многое Павел говорит нам о Духе Святом и как он действует. И я верю, что у каждого верующего может быть откровение определенного плана. И то есть Дух Святой может открывать нам нечто. Но, если вы будете правильно читать послание Павла, любая теология откровения, откровения, должна также сопровождаться теологией Павла о развлечении. Поэтому, если у нас есть определенная теология о понимании дела и работы Духа Святого, также мы должны знать, как нам различить, является ли это Духа Святого. Как я сказал раньше, что мы живем в мире Святого Духа, но также и нечистых духов. И откровения нашим необходимо проверять с Писанием, проверять с Писанием, а также испытывать с помощью развлечения. И один из даров Духа это способность к развлечению. И лично я думаю, что это один из даров, которого больше всего не хватает в современной церкви. Каждый хочет иметь прикольные дары, как я это называю. Говорить языками, прописи, исцеление, чудеса. Прикольные дары или веселые дары. Окей. Вы не согласитесь с тем, как я это выразил, но мы вернемся к этому. Поэтому мы нуждаемся как в откровении, знания, которые приходят с помощью откровения, но также и в способности различать. Я хочу повторить это, так как это важно. Нам нужно знания с помощью откровений и также духовное развлечение. без одного из этих способностей можно легко сойти на неправильную дорогу. Также хочу добавить, я хотел бы, чтобы это время наше было интерактивное. Поэтому вы можете задавать вопросы. И я не гарантирую, что у меня всегда будут ответы. Но мы сможем вместе по крайней мере рассмотреть это. Также я хочу, чтобы это время было практичным. Поэтому это не только теория, очень много теории вокруг, но мы нуждаемся также в практике. И когда мы будем изучать дары, мы также будем применять их и новое что-то узнавать о них и будем начинать понимать их. Как заметил, я сказал начинать понимать их. И я думаю, что нам предстоит еще многое. Поэтому интерактивное обучение и практическое. Не хочу задать вам еще один вопрос. Какой критерий, с помощью которого вы определяете, что кто-то наполнен Духом Святым? Искренность, любовь, радость, его действия соответствуют Писанию. Его действия соответствуют Писанию. Это очень хорошо. Другие тоже были хорошими. Хорошо. Интересно, что вы говорите это. Многие пятидесятники бы сказали, что если вы говорите языками, это их критерий. Я не думаю так. сокрушенности. Что вы вообще говорите, это как мы понимаем или как мы видим, если кто-то наполнен Духом Святым, если они полны плодов. Итак, судя, если кто-то наполнен Духом Святым, то смотреть на то, производят ли их жизнь плоды. Это то, что нужно помнить всегда. Дары без характера это часовая бомба, которая в будущем взорвется. Потому что если у вас не будет характера, чтобы нести дары, то дары будут нести вас. и тогда вы попадаете в все различные области, которые просто как я могу их экспрессировать там. Я даже не могу объяснить это, сказать это словами, что можно попасть в сферу очень ужасную. Я люблю дары Духа Святого, поскольку их дает Бог. Но также из-за поскольку из-за моего служения я видел опасности. Я видел, как люди были разбиты, поскольку они пытались применять дары без характера, не имея характера. и я видел много сильных мужей Божьих, которые были уничтожены из-за того, что они не работали над своим характером. Плод, который Дух Святой хочет в вас создать, это то, на что вам нужно сконцентрироваться, построить характер и целостность характера, и тогда вы будете способны нести дары. И Бог будет очень сильно вас использовать. Я должен держаться сейчас потому что я думаю о одного человека, которого я очень люблю, но он был разрушен не характер и просто не обманул от подарков, обманулся. И как я говорил earlier, что происходит, мы живем в момент, когда есть не свят и свят и свят в мире святого и не святого. И когда вы открываете себя этому духовному миру без плода, без плодов, без характера, без основания Божьего, тогда вы будете находиться в очень опасном месте. Я думаю, что я должен был это сказать, прежде чем мы начнем.